На самокате, как на автомобиле, 15-летний Кирилл Юдинцев мечтает выучиться на права уже в 16, чтобы в 18 было проще получить их. Пока тренируется на малогабаритном транспорте, правда, не очень удобно, признается мальчик. Сложно было то, что самокат был маленький, мне было очень неудобно ездить. Вот это было сложнее всего. И я один знак перепутал там. Я сказал, что там знак был одностороннее движение, а это был другой знак какой-то. Стоит на немножко. С начала года в Самарской области в ДТП погибли пятеро детей. Почти 250 получили травмы разной тяжести. Поэтому сотрудники госавтоинспекции проводят выездные уроки на своем агитационном фургоне. Сегодня посетили детский оздоровительный лагерь «Золотая рыбка». От теории к практике регулировщик направляет участников дорожного движения. Оказывается, многие подростки не знают элементарных правил. Многие дети все-таки, не все знают знак «Стоп», перед которым необходимо остановиться и после этого продолжить движение. Не все знают. Сегодня, так скажем, мы им хотим показать и покажем о том, что когда необходимо предоставлять преимущество все-таки в движении транспортных средств. Это простой пример помеха справа. Профилактические занятия с детьми продолжаются. Сотрудников ГИБДД можно встретить и во дворах, где они развешивают информационные листовки и проводят беседы с детьми и их родителями. Ведь чтобы снизить количество ДТП с участием детей, контролировать ситуацию должны не только полицейские, но и семьи, в которых эти дети растут. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова